Мы сегодня обсуждаем тему выбора в воскресенье, 18 числа. В свободном режиме задавайте вопросы. В том числе, вы знаете, эта площадка используется для чего? Чтобы от меня люди услышали ответы на те вопросы, которые их волнуют. Поэтому, в том числе, на те вопросы, которые они друг другу задают в маршрутках, такси, на остановках, на свадьбах, на похоронах. Люди все в политике. И многие получают там же готовые ответы на все случаи жизни, там же рецепты. Но при этом совершенно не заботясь о том, кто им отвечает. Какого они имеют права моральное, право как чиновника, право как эксперта, как опытного руководителя. То есть, кто имеет право отвечать на эти вопросы. Тем более, когда довольно серьезно, склятывая на Коране, человек пытается что-то объяснять. Что-то не сам своими глазами видел. Ну, многие этому тоже верят. Или делают ведь, что верят. Им этого достаточно, просто чтобы хотя бы загрузить в себя какую-то долю негативной информации. Наверное, без этого жить тоже не могут. Это тоже имеет место быть. Поэтому на все вопросы постараюсь ответить совместно. Не только я. Давайте вместе обсуждаем. Если эта площадка даст какой-то успех в дальнейшем, можно было бы такую площадку, в какой-то степени чуть-чуть расширяя, использовать каждый месяц. Не от выборов к выборам, а каждый месяц или раз в квартал. Как-то ее назвать, площадку, и ее использовать в дальнейшем. Поэтому давайте готов вас слушать, слушать вопросы и воспечатать. Никто Павлович, вот в связи с выборами, да? Мы сейчас много опрашиваем людей. Пойдете на него, почему пойдете? А все, кто говорит, не так, это правильная вещь. Пойдем, надо голосовать. От нас многое зависит. Но как только камера выходит, когда мы начинаем общаться, мы говорим, что только теперь все говорят, да, а ну да, в целом. Мы прогрессуем, выбираем. В целом, а в целом, да, целом. Вот хотелось бы, чтобы вы еще раз, на первом площадке, еще раз согласовали свою руку. Ну, опять же, я тоже могу сказать. Алхамбудда, села ладар да есть, мне надо ходить. Ну, хорошо. Никому не верим. Никому мы не верим, ничему не знаю. Как вот себе вбили в голову, что все равно все происходит. Главу села ставят за то, что он заплатил деньги, директор школы ставит за то, что заплатил деньги, в садик берет за деньги. Ну, везде у нас вот эта вся информация впереди идет. Я иногда читаю вот сейчас сообщение, что в садике открываем, приходит мне сообщение, вот моего ребенка не взяли в садик, потому что у меня нет денег. То есть, послушать этого человека, у нас всех детей взяли за деньги в садик. То есть, все сидят просто вот. Мы вбиваем себе это в голову. Это одно. Можно тысячу причин придумать, почему не пошел на выборы. С женой поругался, дети там еще что-то не так. Или дождь пошел, или снег пошел. Или не хочется. Или там газ отключили, или свет отключили. Это причины, которых могут быть тысячи. На пути движения к уровню, к выборной, там, да, или к площадке. К избирательному участку. У меня другой вопрос. Мы часто говорим, вот наши предки мечтали там о государственности. Что наши предки там в Сибири мерзли, там, умирали, мечтали вернуться домой. Что наши предки бились там за что-то. Ну, хорошо, наши предки сбились. Сегодня тебе не надо мерзнуть, тебе не надо голодать. Сегодня тебе не надо идти в атаку, защищать Брестскую крепость. Тебе не надо отражать нападение, там, хромого Тамерлана, в конце концов. Не надо там с боевых бажен отстреливаться, чтобы государственность сделать, да. Она уже сделана потом, кровью, тысячу-тысячу наших, там, достойных предков. Тебе надо просто сегодня в России пойти на выборы. Любой человек должен понимать. Не имеешь ты морального права, не имеешь морального права, если ты не пошел на выборы только из-за того, что чем-то недоволен. Если ты не проголосовал, или просто, я не говорю за кого-то, я не говорю за какую-то партию, но ты не тенешь того, что есть сегодня, не тенешь нашу государственность, нашу республику. Поэтому не надо задавать вопросы парламенту, другим. Не надо задавать вопросы. Ты не пошел на выборы, ты не голосовал. Это то же самое, когда человек не платит налоги, а говорит, я налогоплательщик, я требую, чтобы вы работали хорошо. Я просто хочу, чтобы люди услышали, я не агитирую, там, все равно, понятное дело, и мы все с опросом провели, совершенно независимые, и процент очень хороший, людей, которые пойдут на выборы. И в этом никогда у нас не было проблем, и не будет проблем. Вопрос в другом сайте. Я хочу просто, чтобы люди услышали, чтобы они понимали, что выборы – это не Евкуров, не Дикажев, не Агасиев, не Иванов, не Сидеров. Выборы – это твоя республика, это твой герб, твой гимн, флаг республики. Это твоя государственность твоей республики. Если это выборы в стране, то, значит, это в общем государственность нашей Российской Федерации. Мне кажется, что вот эти разговоры, а там уже все и так решат. Ну, тогда зачем-то вообще тогда, зачем мы тогда вообще все живем, если все так решено. Евгений Владимирович, в некоторых регионах говорят о снижении рейтинга «Единой России». Как вы считаете, удастся ли Евгений Владимирович сохранить лидирующие позиции на эти лидирующие позиции? Ну, я опять же повторюсь, мы проводили хороший соцопрос о том, что приглашали и со стороны людей, своими силами здесь уже проводили. Плюс-минус там полтора-два-три процента расхождения никак. Но у нас рейтинг хороший у «Единой России». Рейтинг доверия к правительству Российской Федерации, рейтинг доверия к президенту страны Владимирович Кутингу очень хороший. И я уверен, что у нас на должном уровне, уже не хуже, чем было в предыдущем году, у нас придет, в том числе, в этом случае. Те же агитационные мероприятия при этом и прохождены? Раньше, как бы, с какой-то помпой проходили, там, в каждое село, по голову, все кандидаты приезжали, там, люди жаловали, что-то обещали, что-то говорили. Ну, в любом случае, вникали в проблемы того или иного населенного пункта. К сожалению, вот последние лет десять, наверное, я такой вот активной, целенаправленной, местечковой агитации не вижу. На мой взгляд, немножко пресноватой стали вот эти агитационные вещи. Наверное, потому что все-таки больше в интернете эти баталии перешли, там, где-то телевидение больше распространилось и так далее. Может, и не так. На ваш взгляд, достаточно ли той искры в сегодняшних агитационных выступлениях и в тех же дебатах? Скажу так, во-первых, у кандидата в депутаты, в том числе в парламент или в Госдуму, у него как личность, и как человек, который выступает как андомоднатик или по списку, у него, конечно, нет самой программы. Она программа представленного партией. То есть он сам по себе уже не выдвигаешься на должность главы села, района или главы республики, у которой есть программа своя, как он хочет в этом селе. Он депутат, и он опирается на программу той партии, которую он представляет. И здесь есть четко прочерченная линия партии «Единая Россия», в частности, если мы говорим про линию «Единой России», других кандидатов, это их партии. То есть сам по себе он в разрез партии какую-то программу не представляет. Это раз. Второе, я не соглашусь с тем, что у нас нет активности. Почему? Потому что много проведенного. Посмотрите, мы до 22 мая провели довольно серьезный праймерис по многим направлениям, во многих там, ну во всех муниципальных образованиях. Я сам не всегда был на таких площадках, где полный зал с людьми слушали, разговаривали. И там тоже, в том числе и программу, и каждый кандидат, депутаты предлагали тоже свои программы, свои проекты. Если вы помните, я тогда говорил, давайте, вот есть много ребят, которые там хорошие идеи предлагают, независимо пройдут они в депутаты или не пройдут, давайте скомпоновать эти программы, которые у них есть. Из них сделайте какие-то там брошюрки, давайте пойдем в программу, реализовывать какие-то проекты там. Почему? Потому что есть здоровое зерно в некоторых проектах, программах. И сейчас тоже, в промежуток времени, очень много делается, многие встречаются. Поэтому я бы не сказал, что недостаточно. Где-то в какой-то степени, может, и надо. Вот именно депутатам или кандидатам депутатов в парламент. Тут я сам уже говорил, больше они, если бы общались с жильцами того же многоквартирного дома, жильцам любого села, которое они представляют, да, разъясняли бы людям. Почему бы им с ними работать? У нас же одним из таких главных вопросов, когда мы опрашивали там где-то полгода, больше года назад, население, что они знают о нашем парламенте. И главное, что жители, самое главное было сказано, что они вообще ничего не знают в своем большинстве. Ни о парламенте, ни о многих депутатах. Да, многие депутаты известны, они набрали очень хорошие баллы. Ну, порядка там, ну, 50 на 50 я бы так делил. А есть те депутаты, которые даже в своем родном районе, откуда они представлены, не знают. Почему? Потому что его нету там, где он должен быть как депутат. Его нету там, где прорвало. Его нету там, где газа нет, света нет. Его нету там, где воды нет. Там, где проблемы у людей. Его там нет. И поэтому, конечно, люди его не знают. И здесь соглашусь с тем, что все-таки надо больше вот тем кандидатам, в том числе, сейчас у них еще какое-то время там осталось, там один день остался, да, все. Что успеют, то успеют. Ну, что ж мы после выборов, конечно, они должны представлять себя более энергично. А мы эти вопросы, кстати, не только по депутатам, но и по членам правительства тоже будем проводить. Давать оценки будем. И будем направлять через председателя парламента, через аппарат парламента, тех или иных депутатов, чтобы они выполняли свои обещания, которые они дают людям. Я бы так ответил. Хотя соглашусь с вами, что больше активности нужно было бы, конечно, особенно в селах, проявлять тем, кто хочет стать депутатом. Почему? Потому что люди с удовольствием пойдут голосовать, независимо, какого там тейпа человеку представлен. Вы не представляете, что такой партии не существует? В какой партии вы могли бы наказаться? И какой партии симпатизируют программы? Ну, знаете, я скажу так. Я бы, наверное, был бы с учетом, если я как руководитель региона, скорее всего, не скорее всего, я, конечно, был бы во власти, в партии, которая представлена властью. То есть, если бы не было Единой России, она бы по-другому называлась бы, но она была бы все равно партией власти. А если бы еще не было? Да нет, ну так не было бы. Не может же быть партии есть, она же не власти, не может быть партия какая-то. Есть партия власти, и если мы берем также систему американскую, демократическая партия или республиканская, она тоже партия власти. Сегодня у них партия власти одна, завтра, если выиграть Трамп, будет другая партия власти. Но она будет партией власти. И да, по раду можно было бы пойти, но я как глава субъекта представлял бы партию власти. Но если брать программные вещи, то не совсем плохие вещи, например, той же политической партии «Справедливая Россия», но там и плюсов много, ну и минусы есть. Почему? Потому что вот эти чрезмерные социальные обязательства, обещалки народу, ну, это говорит о том, что, ну, подсчитано, если бы политическая партия «Справедливая Россия» выиграет, и они возглавят там большинство в Госдуме, или же выиграют там президентские выборы там, то им надо, ну, наверное, весь бюджет оборонного комплекса пускать там, ну, и все, что есть там, пускать только на социальные обязательства. То есть это невыполнимая любого государства задача. Но, опять же, они имеют на это право, как партия, не находящаяся у власти. Почему? Потому что они это сказали, ну, им же за это не отвечать, но они при этом людям говорят, вот если бы вы нас выбрали, то у каждого из вас там что-то было бы. Но, тем не менее, там есть здравый смысл в определенных вещах. И второе, это, если брать партию КПРФ, она более такая, несущая экономический подъем, экономический характер, но, опять же, без реалии рыночной экономики. То есть если ее посмотреть, эту программу коммунистической партии, то она все-таки несет уклон в сторону там советского периода мышления. Бывает такое, что, ну, вот, сегодня в стране можно что-то создать, но мы в рамках закрытой страны не можем жить. Все равно мировая экономика превалирует. И здесь надо это учитывать. Мне кажется, там где-то, может, какие-то вещи не учитывать, но в целом, да, ну, как-то здоровое зернало имеет. Конечно, прагматичная и самая такая здравая программа это партия «Единая Россия». Но здесь тоже нет ничего удивительного. Почему? Потому что партия «Единая Россия», как мы знаем, она партия власти. И бесспорно все, что написано в этой программе, они должны выполнить. Поэтому и написанное там сделано с упором на то, что имеется, какие есть ресурсы, опираясь на то, что мы сегодня имеем, что мы можем людям дать. Почему? Потому что обещать и не сделать – это хуже. Еще такой вопрос, наверное, в том, что Вы сказали, что высокие ресурсы «Единая Россия» и в стране, и в европейской области, что дают, какие же «Единая Россия» и в этом будут суперлития. Упадает 5 пунктов. Ну, опять же, участие во всех направлениях, публичных, непубличных, праздничных, непраздничных, во всех мероприятиях, участие именно партии «Единая Россия». Потому что в различных акциях, плюс ряд таких народных проектов, которые подъекли до «Единой России», в том, что если брать частность республики «Едина Россия», это строительство тех же бассейнов, в которых строится ряда проектов физкультурных. То есть эти проекты, которые сам продвигает и реализует сама партия. Ну, самое главное, я еще раз повторяю, то, что партия «Единая Россия» везде участвует в своих мероприятиях. Она известна. В том числе и во многих проектах, открытия школ, упаковки различных школ, и больницах, и в различных направлениях. И, конечно, люди их больше знают, их видят больше. И все, что происходит, выступления депутатов, в том числе и участие депутатов, все происходит от имени партии «Единая Россия». Поэтому про них больше слышат, больше видно делов, поэтому и результаты. У нас коллеги пока думают, если бы Алихан Харси ушел от другой партии, он прошел бы в дууме? Ну, если хотите честное мнение, я думаю, что в нынешнем составе, который там с его конкурентами, так называемый, он прошел бы в спокойную думу даже от любой там вообще неизвестной партии. Причем потому, что Алихан, он известный человек сам по себе, и поэтому он и не в другой партии. «Единая Россия» пришлось долго уговаривать, а Россия представляет свою партию. Нет, ну, во-первых, он не в том возрасте, чтобы его долго-долго уговаривать, чем-то, да, и он понимающий сам, и прагматичный человек. И, во-вторых, Алихан не идет в Госдуму ради того, чтобы идти в Госдуму. Он хочет с этой площадкой уже принести и дальше пользу приносить республике. Он не так довольно сильно и объемно республике помогал. Не в бытность там мою, и раньше во все времена. И скажу, где-то, наверное, процентов 80, то, что делает Алихан, оно остается за дверями, да, никто не знает даже. Или поддержка наших спортсменов, различные митинанские действия, различные, там, траку людей на хач, или какие-то там моментарные помощи, ну, много-много чего, то, что Алихан делает. Поэтому оно остается за строкой. Он и не афиширует это, так же, как и другие наши митинаты. Поэтому он имеет полное моральное право идти на эти выборы, возглавить этот список, стать депутатом. И я уверен, что с депутатской площадки он еще больше пользы принесет. В продолжение тогда, если позволите, какие надежды вы предлагаете на представителя и вуша тебе по-рубе? Знаете, это бесспорно и на представителей нашей республики в Госдуме, и на членов северной федерации лоббирование в хорошем смысле интереса нашей республики, продвижение наших проектов, ну и участие в решении вот тех проблем, которые у нас сегодня существуют, это с коллегами, в том числе депутатами и северной сети, и других субъектов, тех проблем, которые бесспорно сегодня существуют между нашими взаимоотношениями. Почему? Потому что вот та форма действий, типа, еще не наступило время, давайте будем ждать, оно к хорошему никогда не приводит, и не приведет. У Алихана есть довольно хорошие связи, взаимоотношения с коллегами, там, которые будут, шины коллегами, так будем говорить, в Голландии есть, когда пройдет депутат, и северная сеть, в том числе, и совместно, они могут какие-то вопросы там налаживать наши, вот эти разрушенные мостики, там, когда диалог проводить между собой. И бесспорно, одним из таких направлений, на которые и ориентируется Алихана, это поднятие спорта нашей республики в Самшле, счастье, будем говорить, сегодня говорить, там, наш спорт там на довольно высоком уровне, ну, так как мы ингуши, нам все мало, нам все кажется, что все хуже и хуже, наоборот, все лучше и лучше, но, тем не менее, есть вещи, которые мы должны осваивать, в том числе, хаотичностью не должно быть, и то, что мы сейчас планировали выделить олимпийские виды спорта отдельным направлениям, отдельной программой это ввести, это тоже хорошая идея, и одно из таких направлений, которые мы будем ввести, в том числе, новый депутат, поэтому, конечно, может Алихан делать, тем более, у него есть, как я уже говорил, авторитет, он знает всех, его знают тоже все, он спокойный, рассудительный, и я думаю, что депутаты, и вообще, идея такая, идея такая, чтобы депутаты и сенатора Северо-Кавказского федерального округа, об этом говорил в свое время Сергей Алимш Мельников, и сейчас об этом же говорил Олег Евгеньевич Белавенцов, они должны сделать общую работу по всем направлениям, и общими усилиями решать те проблемы, которые сегодня стоят, и как внутри округа, так и те проблемы, которые стоят для родителей нашего округа. Как быть, если пол итогов выборов, скажем так, совпадет мнение прогноза людей и итоги выборов? Много ума тоже не надо, просто сесть в список, посмотреть и примерно сопоставить, кто из них в состоянии возглавить, кто может быть там. Например, я думаю, что за полчаса там посмотрел список кандидатов, депутатов парламента, Зак Собрания, ну я спокойно могу определить там, кто из них может быть. Председатель парламента, они представлены комитеты, и по образованию, и по опыту, и по... В том, что им что-то здесь нет сверхъестественного, по взаимоотношениям с исполнительной властью в том, что здесь глава республики. Поэтому здесь сверх такого секрета нет. Я просто этого озвучивать не буду, но некоторые вещи, которые я тоже читаю в интернете, они будут у них совпадать. Продолжаем тему депутатов. Совет, что в тему главный Валерий Кузьмин, насколько он справился с теми задачами, которые стоят в этом. Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин, чуть ли не должен вернуть что-то назад. У депутата Госдумы совершенно другие задачи. Другие задачи. И те задачи, которые перед ним стояли, он их выполнил с честью, и я бы оценивал его работу как стабильную, хорошую. Я доволен деятельностью Билана, тем более, он более чем успешно помогал продвижение тех программ, которые мы сегодня реализуем в республике, потому что и привлекать определенные инвестиции для нашей республики. Я доволен его работой и считаю, что он за стоимостью справился с вами работой. Как проходят эти выборы? Дело в том, что мы раньше наблюдали в прежнем году, когда-то веселые выборы, как они проходят? Наблюдался подкупой наших избирателей или еще что-то? Я говорю еще раз, я когда приехал в отпуск, заставил те выборы, про которые много говорят, например, берем тоже главу республики выбирали, стоит человек в спине на гуртях доказывают, надо делать прямые выборы и так далее. В своем большинстве, когда их слушаешь, это те, которые на этом хорошо заработали. Это довольно серьезные деньги заработали. Были такие, которые входили в разные штабы. Они шли к Киевкурову у него брали, потом к Патиеву у него брали. Совершенно не стесняюсь, об этом и сегодня рассказываю. Совершенно не стесняюсь. Я считаю, этих людей без принципов совершенно. Этим людям до лампочки, что может произойти в республике. Я так считаю, просто они меня услышат, обижают, но тем не менее. Я это в открытой им говорил. Я тем в открытой говорил и говорил, что да, сейчас вы радуетесь, придет время, когда вы будете отвечать за это. Да, чувство этих принципов. Это же мы выбираем главу. да, и я был за то, и сейчас за то, чтобы мы выбирали всенародно, как положено. Я, опять же, с точки зрения того, что я сейчас знаю, понимаю прекрасно, что это будет, опять же, как вы говорили, веселые выборы в кавычках. Черно, право, налево раздавали, всех купили, вроде победили. Теперь что нужно? Теперь нужно полгода отдохнуть, ничего не делать, а потом параллельно отрабатывать то, что потратили пока что не на должности. Поэтому и началось, если вы помните, продажа всех и вся. Любая должность была поставлена ставкой, начиная с директора с садика, до конца школы. И сегодня, вот 8 лет проходит, мы боретесь с этим, до сих пор не можем людей отучить от этого, что вы идете на работу бесплатно, что вы никому не должны, вы только должны день и ночь работать. Поэтому я не сторонник, вот как мы говорим сегодня, вот таких веселых выборов. И бесспорно, это касается в том, что и других направлений. Выбирайте тех, кого вы видите, кто может помочь, кто уж по крайней мере ни деньгами, ни какими-то там школами, садиками там в селе у вас построят. Почему? Потому что не может депутат и Госдумы, депутат парламента вам школу, садик принести. Ну, по крайней мере, выберите того, кто, когда завтра будет потоп, дал там пожар, или там будет приятный вечер, который к вам домой придет, как простой человек, достанет с кармана под 500 рублей, даст, скажет, ну, я сочувствую вам. Найдите такого человека, выберите. И тогда, по крайней мере, это будет более честно, чем вы выберете такого великого деятеля, который больше всего говорит. А потом вы до следующих выборов его вообще не увидите. И на ваши все там, типа, упреки, я же-ля же, он будет от вас отмахиваться. Вот и все. Ведал бы у вас встреча кандидата депутата Государственной Думы и местных парламента и директором его и там поднимали вопрос по поводу деятельности предыдущего парламента, и в общей деятельности депутатов и как они являлись представителями, народными представителями, и исполнительная власть, а больше они. И как они реагировали, в принципе, не реагировали на то, что происходит в обществе, на то, что происходит в республике. Элементарно депутаты не находили возможности прокомментировать сложившиеся какие-то ситуации в республике, общественные значения и события. И также вот эту тему, мы как бы все эту тему подняли и согласились с тем, что это неправильно, что они должны быть с обществом, с народом, они должны вместе с нами переживать эти вещи. И такое ощущение, что не народ не выбирает, и они не с народом. Вы сами сказали, что народ их не знает. Вот какие будут изменения? То же касается и депутатов, которые вы являетесь лидером в России. Ну, скажу так, не совсем соглашусь с тем, что народ их не знает, народ их не выбирает, и они ничего не делают. Здесь я бы больше сказал, что не умение показать свою работу. Почему? Потому что, если депутатский корпус не проводит лишних приемов граждан с выездом, не здесь, в Магасе, а по графику с выездом в каждой муниципальной районе, в том числе село, если депутатский корпус не участвует в жизни общества, независимо, хорошие мероприятия или плохие мероприятия, если депутатский корпус не умеет отчитываться за свою работу раз в квартал хотя бы, и показывает, что сделано, начиная от села, а не в общем космическом пространстве, конечно, про них мало будет знать. Во-первых, опять же, надо понимать населению, объяснять, что такое ЗАГС собрание, то есть, какие функции, какие обязанности депутатов законодательного собрания. Об этом тоже надо понимать, да, это законодательская деятельность и те направления, те вещи, которые там они издают, те принятия огромного количества законов, в части касаются того, что жители республики, они должны это вообще доводить, они просто на своем уровне, да, в открытом режиме, можно смотреть за состояние парламента, но это поймут там люди с двумя, с тремя высшими образованиями, или юристы, да, с полуслова, а простые люди этого там, 90% не понимают, не понимают, чути закона. Когда принимают закон, они говорят, что мы это делаем в интересах учителей, после принятия этого закона, будет вот так, мы это делаем в интересах врачей, или простых граждан, или муниципальных образований, вот здесь надо людям это истолковывать, растолковывать. Мне кажется, больше здесь причина незнания. Чего я сейчас ожидаю, конечно, бесспорно, вот эти ошибки мы будем учитывать. Я же только что говорил об этом, и нового, представь парламента, который будет новый, он будет, Сталин должен быть заинтересован в этом, делать эти соцопросы и иметь обратную информацию от депутатов на местах, что они сделали, как они сделали, как это все происходило. Вот сейчас буквально прошли, один из главных религиозных праздников прошел. Роли места депутатов парламента в своих муниципальных образованиях и сельских территорий, да, как они участвовали. Я не буду говорить, что все депутаты никакого, нет, есть те, которые там работают, которые понимают ситуацию. И если с сегодняшнего там уже выбора, когда пройдут, депутаты не будут этим заниматься, то есть быть народом, с людьми, то будет такой же там низкий авторитет. Мы, когда первый опрос проводили депутатов, одни депутатов, ну, процент было очень высокое недовольство людей. очень высокое недоверие. Я даже не хочу цифры назвать, страшные цифры. А когда мы через три месяца снова провели, начало выравниваться. Почему? Потому что мы это все довели, пофамильно зачитали, кого знают, кого не знают. и многих депутатов это стимулировало, чтобы они поработали у себя на неприятных лошадках, я имею в виду, в округах неприятных. Поэтому, если мы не за страх, а за совесть, но тем не менее, вот так проверяем, если мы еще раз будем это делать, не только с депутатным членом правительства, я думаю, что депутатский корпус нового СССР он будет получен. Как блогер я пытаюсь задавать вопросы, которые звучат в интернете. Сейчас, в последнее время, часто озвучивается вопрос, был инцидент после отравления Российской Фосбанка, там, случай издаления, да, все, вроде бы, взяли под контроль, или как бы, но нет информации о том, что происходит, как идет расследование, вообще, ничего не озвучивается. По поводу чего? По поводу смерти Далии. Как? Смерти Далии. Случаи с ограблением. По Российской Фосбанке. Вот этот вопрос очень часто ставится в сети. Ну, здесь, знаете, как, во-первых, следствие там идет, и, насколько я знаю, есть двое задержанных. Чтобы вы понимали, там еще идет следствие, и я вчера буквально заслушал, и на следующей неделе тоже буду заслушивать. Да, сегодня есть пострадавший, погибший, умерший Далиев, и есть заявление, обратилось в том числе кассирша Далиева, да, жена этого умершего. Опять же, вопрос в другом стоит, а куда деньги делись? Поэтому здесь параллельно идет следствие, и зад будет привлекать к ответственности, в том числе, я сейчас не буду говорить, там известные факты есть, понятно, кто деньги украл, как увел там, и сделал ли это, до того как. здесь была чисто махинация, чтобы скрыть преступление. Я сейчас не буду переди следствием бежать, говорить там, кто как виноват, но сам вопрос, как это было, происходило, и бесспорно, по каждому эпизоду, и по смерти самого Далиева, и по похищения этих денег, и махинации, которые там произошли в банке, конечно, придет по заслугу. Давайте дождемся окончания следствия. Дмитрий Борисович, все в населенных пунктах, очень много проблем, они обращаются к нам, и к телевидению, и к газетам. Есть главы администрации, которые считают себя местными церками, и кто должен контролировать деятельность главы местных администраций, и какова роль здесь парламента? Бесспорно, комплексный контроль должен войти. И администрация, глава республики, и парламент, и структурное подразделение министерство должно курировать. В целом, большинство, я скажу так, что администрация, глава республики, должна курировать, смотреть, до деятельности главы муниципальных администраций. Я считаю, мы должны больше уделять внимание выбором местного самоуправления. Сегодня мы сами на тянущую проблему, что есть депутаты, которые не работают, не интересуются. Фактически, основная и главная задача это и формируется работать и контролировать Вы считаете, что нужно поменять подходы? Опять же, повторюсь, помните, когда был сейсминейстер, тоже один там встал, рассказывал про то, что парламент и так далее. И я говорил, да, в целом, вам нравится, понравился парламент многим. Ну, теперь давайте поднимем, я там поднимал одному депутату, Балаева поднял, Айлоков, других поднял. Кто, какие имеют претензии? Он что, не патриот? Он что, родину любит? Он что, плохой человек? То, что вы, какие к нему имеете претензии? К этому, Балаеву, или другим депутатам? То, он же, Юлович, Балаеву, это же дикарь же Мухарьбек. Вот мы, то же самое, скажу про депутатов сельских поселений. Мы не понимаем, какие мы сами тяжелые. Как, какие мы сами тяжелые. Вчера пытался замминистра внутренних дел сказать, там, что вот мы, если там полицейские кого-то там накажут, что ходят, вы сразу идете, говорите, там, ну и так далее. С одной стороны, он прав, с другой стороны, не прав. Но это есть, это имеет место быть. Хорошо, вот вы все сидите, я вас сейчас все там поставлю депутатами, там, премьеров, сельское, городское поселение, там, город Назраль. Что это изменит? Вы что, думаете, вам критиков, что ли, не будет? Пять секунд. Пять секунд. Что ты блогер, что я глава республики. Мы же, это человеческий фактор. Конечно, нет такого, чтобы все одинаково работали, чтобы все одинаково приносили пользу, чтобы все одинаково выполняли свои обязанности. И никогда не будет такого. Вопрос в другом понимании и как эту работу организовать. Да, я требую, чтобы каждый месяц был сход села. Не ради меня, не для меня, а для жителей этого села. Но если жители села сами не хотят, мы опять же говорим, надо их заставить. А как их заставить? Как заставить? Как заставить там родителей, школы, чтобы они сделали хороший родительский комитет, который будет работать на их детей? Почему они этого не понимают? Почему они идут постоянно по воду директора школы или директора садика? Почему? Какой директор садика посмеет с ними или с их детьми что-либо сделать? Нет, они же все равно идут на поводу. Они все равно идут на поводу, считая, что это правильно. И нам очень сложно отсюда это все отслеживать. Поэтому депутаты есть те, которые работают, есть те, которые случайно попали, тоже согласны. Но перед вот сейчас, если мы перевыберем всех депутатов местного самоуправления, будет такая же картина. Будет процент тех, кто работает хорошо, процент тех, кто просто считается просто депутатом. Ну и надо понимать, что у нас очень мало промежуток деятельности как местное самоуправление депутатов. Нам надо еще время. Это же не сразу все приходит. Все надо нарабатывать, шишки набить, посмотреть, как это делается, увидеть, сравнительные анализы посмотреть. Сейчас вот хорошая идет конкуренция, например. Если я Тумгову, Алихану говорю, звоню ему, говорю, слушай, ну, Магасе вот, вижу, там, что я Беслан там что-то такое сделал. Все, я знаю, что через полчаса Алихан будет уже здесь, в Магасе. Будет это смотреть, там, лоб расшибется, пока он этого у себя на зранье лучше не сделает. Но это с одной стороны, если я скажу, а с другой стороны, даже если я не говорю, они этого видят. Они работают. Вы посмотрите, что было первое, когда мы в девятом году провели выбор местного самоуправления. Мы там на два года выбирали. Потом в десятом году, конечно, в одиннадцать году выбирали. Да. Опять тема на четыре года. Другие люди становятся. Нужно время. Это третий только выбор. Третий созыв депутатов местного самоуправления. Что вы с ним хотите взять? Нужно время, нужно процесс. Не так просто все дается. Но, опять же, повторюсь, что мы можем по-разному говорить, депутаты хорошие, неплохие. Это у нас заложено, что мы постоянно критикуем. Мы не хотим видеть своего хорошего. Если мы сдаем хорошую школу построенную, где мы стоим гордимся, то, к сожалению, многие там стоят думают не о хорошей школе, не о детях, которые там будут. А многие стоят думают, сколько же в этой школе украли, пока ее строили. Они, ну, это тоже есть. Что ж, куда же мы денемся от этого? Я свидетельный был, сейчас его нету, конечно, он часто говорил, прости меня, пантировал, пантировал, андах, налог, роз, он пантировал. Я помню, когда мемориал памяти открывали, я честно говорю, там, не такой там, но тем не менее, такая гордость меня перепирала, что вот такой мемориал мы все-таки сделали его. И впереди вот этот человек стоит, уважаемый, не последний человек в жизни нашей в республике. Я стоял, мне хотелось плакать. Знаете, почему? Потому что я думал, если он так думает, это человек с высшим образованием, человек, который находится в обществе, который там пишет какие-то книжки, человек, который там интеллигент. Если он так думает, мне было не из-за того, что обидно. Я думал, что большинство это думает еще хуже. То есть они не думают о героях, об отечестве, о гордости. А какие-то они думают все равно о своем вот этом меркантильном. Зависть. Не то, что обидно, что кто-то украл, то, что обидно, что он не в доле с теми, кто украл. Понимаете, в чем вопрос? Не в доле. Вот это обидно. И, конечно, вы должны это понимать, что... и через часы надо проходить. А как вы хотите? До киха, тыглоса, да вор, хэнь, моша. И надо это все проглатывать. И твердо идти вперед. Поэтому к шишке будем набивать еще время. У нас история. 25 лет в следующем году. зная все это, то, что недавно у нас эта практика работа местного судебного времени. Реально просто люди не знают суть всего этого процесса. Вот я и говорю о работе, которая просвещала людей, просвещала в том числе даже тех депутатов, некоторые, которые не знают свои обязанности и отказываются на мнение тех прав, им даруют. Ты об этом и говорил. Это тоже подход. Опять же, посмотрите, у нас нет и мной такое поручение дано, у нас же нет такой публичной оценки деятельности депутатов местного самоуправления. Но опять же, я не могу как глава республики делать это за... Не моя... Вот по 131 закону я в общем должен там лишиться. Хотя приезжаю в село самый такой совершенный сход, самый совершенный сход сельских сход был сейчас в Нестеровке. самый такой грамотный доклад главы села. Грамотный хороший подход. Но опять же, там вопрос в другом стоит. Да, это про меня. Вопрос в другом стоит. Не я там нужен, они должны там раз в год проводить свой сход. И обсуждать там болевые точки этого месяца или наступающего места. Если мы сегодня проводим сход в течение месяца ближайшего, будет какой-то порядок, они его тоже должны обсуждать. Но заслушиваются на сходе они должны. Кого? Если там участковый плохо работает, начальник, роботов, говотов, иди сюда. Почему твой участковый управ? Если там плохо работает директор школы или директор садика, начальник управления образованием, слушай, когда он начнет работать? Почему? Вот это, вот это. Но они же ничего этого не делают. Так кому? Здесь получается так, что значит людям так надо. Если мы вмешиваемся в процесс, значит мы как тебе следят? Это имеет обратный эффект. Мы возвращаемся к коммунистическому прошлому, когда все идет там все квадратное коти, круглое и носи. Вот к этому мы возвращаемся. Мы же должны пройти через это. И мы должны через вот этот законы приучить людей к более жесткой самостоятельности. Независимо. Кто бы ни был директором школы, твой родственник, не родственник. Он не родственник твой. Он директор школы. Вот директора, когда он со школы выйдет, тогда это твоя тетя, теша, мама, еще ну вот как только за директор школы зашел, это директор школы. И ты имеешь полное право с нее спрашивать или с него спрашивать, как директора школы, ее обязанности или его обязанности. Очень просто. Вот в этом есть проблема. И перебороть мы все это должны сами. А как это сделать? Это нужно время, не сразу все. Но опять же повторюсь, что вы может не знаете все ключевые журналисты и Русланы или другие должны видеть разницу между людьми. 8 лет назад это небольшой срок и сейчас колоссальная. Если тогда в большинстве своем мечтали дойти до ворот, закрыться и наплевать им, что творится на улице, наплевать, что убивает соседа, так нет. Они закрывались, зажимались и затихали. То сегодня другое общество. Они просыпаются, видят, участвуют в процессах, они откроются и говорят о своих претензиях не только к власти, но и тем, кто не дает нормальный житель обществу. Еще нужно время на то, чтобы общество хотя бы набралось совершенно планку выше, поднималось. Может быть, помимо схода еще и съезды претензий была такая практика? Ну, навряд ли это нужно делать. Вы правильно сказали, главная задача моя до людей довести, что вы хозяева в своем муниципальном образовании сельское поселение Нестеровское. Вы хозяева. Если ваш глава села продает направо и налево земли, не я виноват, это вы виноваты. Вы позволяете, вы такие, вам ничего не нужно. И при этом, если раньше до закона по месту управления был один глава, мог решить, то теперь рядом с ним 15 депутатов. Можно взять на контроль хотя бы эти вопросы, чтобы ни одна мышь там не шевелилась без ведома всего. Это раз. Второе. директор школы собирает деньги с родителей. Это мой вопрос? Или вопрос вас, села вашего? Почему вы не идете не менять этого председателя родительского комитета? Почему вы не требуете поменять этого директора школы? Третье. Вот у нас на этом пятачке постоянно дети крутят машины. Во-первых, а дети чьи? Ваши села. где ваш участковый? Он не работает. Где ваша бумага, что он не работает? Где требование, чтобы приехал начальник Ровода, Говода или министр внутренних дел? Уже нет ничего. А как вы хотите? Почему вы не делаете? Почему вам это не надо? А мы не хотим ни с кем ругаться. И когда я вот эту систему наладил, и когда выходит начальник амбулатории начинает что-то рассказывать, или директор школы просто дежурными словами, я и у нее тоже директора школы требую. Вы не так выступаете. Здесь вход села. Вы скажите, Ахмед, ваш сын курит. Ваш сын кто-то... Почему вы здесь не говорите? Участковый, почему ты не скажешь, что вот там кто-то у него ворует, там это сделал, там почему не рассказываешь людям, потому что мы стесняемся, мы боимся, они потом к нам домой придут. А что вы тогда на работе делаете, идти домой? Конечно, я так хочу тех людей, чтобы они были хозяевами. Что мне туда ездить? На амбулаторию смотреть, уколы делать или не делать? Делать больше что нет. Но если вам так надо, так и живите. Что вы жалуетесь мне? А не молчаливого согласия со всеми поругаться. Не бывает. Вам надо больше или мне надо? Глава должен приехать заставить участкового работать, глава должен приехать заставить директор школы работать, а вы будете заставлять их работать как-нибудь? Почему общество отвечает за свое село? Почему вы позволяете своим же односельчанам вырубать деревья, там где можно сделать парк, сквер, для своих же детей? Почему вы позволяете это делать? Почему вы не становитесь там, не воспрещаете? Почему вы позволяете своему же односельчану, который с вами рядом выжил, живет с вами рядом, занимать полу улицы, забор выносить? На каком основании? Где вы-то есть? Вот я это хочу делать. Сказать им, что есть закон по местному управлению, 131. Выходи и вас своей земли, так и следите за своей землей, а не пытайтесь все вешать на какую-то власть, которая где-то... И потом меня же обвинять в том, что мы все в теме или вдоль. Поэтому в этом есть главная цель. Я думаю, что мы с каждым задавали вопрос, как Берси задал вопрос, кто больше ответственный за эти администрации. Сейчас мы по-новому пересматриваем работу администрации главы республики и требовательность к сходам. Не просто дежурные, они должны собираться, разбираться и на сходах должны выносить определенные решения. И докладывать сюда, если нет требований, жалоб людей на главу села, на главу директора школы, еще кого-то, это тогда не сход. Каждому гражданину нашей республики, каждому человеку, каждому жителю республики Ингушетии и как титул на Ингушу обращаюсь, еще раз повторяю, выборы, если как мы начинали с того, что кто-то говорит, там вопрос решен, можно таким же образом ответить и так, что и без тебя выборы пройдут. Совершенно не волнуйся, и без тебя мы справимся дальше. И колхоз построим, и дороги построим, и школы построим, и садики построим, все мы без тебя сделаем. Но когда время придет, если Всевышний даст это время, тогда задайся себе вопрос, а что я сделал, кроме рыбы, даже с чем я иду, с каким багажом иду я. Если Всевышний даст, додумаешься, а чего ты дал своим детям? Почему дети раньше времени пытались стать мужчинами, и потом, когда должны были стать мужчинами, так и не стали мужчинами? Почему? Почему твои дети научились ходить с папками, с протянутой рукой, имея возможность работать, не работали, не работали, а все постоянно просили, чтобы им помогали? Почему твои дети, когда была возможность получить образование по возможностям, пытались получить из-за того, что ты так хотел, высшее образование, при этом не получили ни высшего, никакого, или получили диплом с высшим образованием, и не так они смогли себя в жизни найти. И эти вопросы будут именно к родителям, что ты сможешь ответить. Много таких было, и на наших примерах их много было, которые именно в такие минуты жалели о том, что когда можно было, не занимались своей семьей, когда можно было, не помогали беспомощным, когда можно было, не делали лишних там несколько шагов к своим родственникам, на кладбище к своим родителям, в больницу к своим родственникам, которые лежат там, или к старшим, когда это можно было. В этот момент только человек начинает осознавать, как бы ты хотел хотя бы на неделю встать на ноги и решить все вопросы, которые ты решил за всю свою жизнь. Пройти все выборы, пойти ко всем родственникам, воспитать своих детей, выполнить все, что тебе предписано все же. Поэтому у меня вот такая тема для всех, ко всем, в том числе к тем, как ты говоришь, которые говорят, а что туда ходить, все равно все решено. Ну и тем, кто так говорит, еще раз посмотрите и Брестскую крепость, и фильм Дикая дивизия, и вспомните Далаковских зашитников от Деникина, вспомните Красную Ингушетию, вспомните Великую Отечественную, вспомните депортацию народа, все вспомните и задайте себе вопрос. А вы являетесь гражданами своей родной любимой Ингушетии. Поэтому идите все 18 числа на выборы и голосуйте и за партии, и за людей, за которых вы считаете что эти люди делают пользу для нашей республики. И не сочиняйте, не придумывайте различных причин для себя, потому что рано или поздно, если не перед Сумшем, перед Сумшем мы все ответим, но сам себе ты все равно вынужден не будешь ответить, как ты прожил эту жизнь и для чего ты жил вообще. А насчет того, что мы делаем, я еще раз подчеркиваю, я за все это время особо не любил пиариться, говорить об этом, но сегодня еще раз повторяю, если после меня будет другая власть, которая сделает лучше, об этом я всегда в своих молитвах об этом прошу, чтобы были лучше, на порядок лучше, все мы так должны делать, я буду гордиться этим, я буду этому рад, если кто-то после меня сделает лучше, чем мы сделали вот сейчас за эти 8 лет. Я желаю нашему народу, чтобы так оно было, чтобы после меня были лучше, а после тех были еще лучше. Да, у нас есть хороший прогресс. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова